В ней первый раз на митинге. Есть какая-то разница между этим митингом и теми, на которых вы еще были? Ну, конечно, есть. Значит, в этом, на Триумфальной, там просто винтили, жесткая мочила была. А и здесь, и на Болотной, все очень цивильно, полиция никого не обижает, работает очень хорошо. Этот митинг разрешенный, но при этом у нас отсекли от города, то есть мы не можем выйти в город. Вот это, как бы, с одной стороны, на меня это, наверное, скорее минус. Вот. Атмосфера очень хорошая на митинге. Люди очень хорошие, доброжелательные и все как-то так вот сплоченные. Почему вы продолжаете ходить на митинге? Потому что нужно показывать явку, потому что нужно. Я не просто хожу, я еще людей с собой привожу. Я еще и собираю всех до митинга, а потом все вместе, вот, сферизованно едем сюда. Потому что чем больше людей придет, тем страшнее власти. Для меня сейчас самая важная задача явку, явку, явку подтягивать, давать явку. Затягивать, уговаривать. Те, кто колеблется, очень легко уговорить пойти все-таки. Просто за компанию, пошли, пойдем. Да мы, ну, как-то, да, вот, заманивать как можно больше людей. С какими требованиями вы сейчас пришли? Путин должен уйти, перевыборы. Нелегитимная нынешняя дума нелегитимна. И нелегитимна будет после 4 марта путинская власть. Вот эта история про нелегитимность. Как вы считаете, уличные акции влияют на власть? Вот такие уличные акции? Массовые, такие массовые, да, влияют. Как только явка большая, как только явка от 100 тысяч, это уже влияет. А по идее, вообще говоря, задача вывести на улице полмиллиона. А как вы вообще считаете, сейчас есть уже какие-то изменения? Я считаю, что сейчас наперстучники придумывают, как бы нас кинуть еще, чтобы мы поверили. И как бы нас похитрее успокоить, чтобы мы поверили. Изменений нет. Есть попытки, и попытки разводилова. Все-таки сейчас пришел господин Кудрин. Да, это замечательно. Ну, он говорил, в частности, про то, что надо провести новые выборы, нужно ввести новые законы. Но вот такие инициативы, они пройдут при этой власти? Ой, понимаете, что даже если они пройдут, они сделают следующие выборы кидальные. Я не верю в власть наперстучников. Это власть наперстучников. Ни одному, ни во что, ни в какое предложение наперстучника я не верю. Потому что, когда ты играешь с шулерами, как ты можешь заставить шулера играть по-честному? Только под дулом пистолета. Ну, а зачем вообще играть с шулером, когда есть люди, с которыми есть нормальные партнеры? Вот и все. Я не верю ни в какие соглашения с шулерами. С шулером можно испугать одно. Это кольт и канделябр. Все. Не за что.